Маджхима Никая 81. Среднее собрание 81. Кхатикара Сутта. Гончар Кхатикара. Так я слышал. Однажды Благословенный путешествовал по стране Касал вместе с большой общиной монахов. И тогда Благословенный свернул с главной дороги в определенном месте и улыбнулся. Мысль пришла к достопочтенному Ананде. В чем условие? В чем причина улыбки Благословенного? Тадхагаты не улыбаются без причины. Поэтому он закинул внешнее одеяние за плечо, сложил руки в почтительном приветствии Благословенного и спросил его. Уважаемый, в чем условие? В чем причина улыбки Благословенного? Тадхагаты не улыбаются без причины. Однажды Ананда в этом месте был процветающий людный торговый город под названием Випхалинга с многочисленными жителями, с множеством людей. И в то время Благословенный Касапа, совершенный и полностью просветленный, жил рядом с торговым городом Випхалингой. В действительности, именно на этом самом месте у Благословенного Касапы, совершенного и полностью просветленного, находился его монастырь. В действительности, именно на этом самом месте Благословенный Касапа, совершенный и полностью просветленный, сидел и давал советы общине монахов. И тогда Добастопочтенный Ананда сложил вчетверо свою сшитую из лоскутов накидку, расстелил ее и сказал Благословенному. В таком случае, уважаемый, пусть Благословенный присядет. Таким образом, это место будет использовано двумя совершенными, полностью просветленными. Благословенный сел на подготовленное сидение и обратился к Добастопочтенному Ананде так. Однажды Ананда, в этом месте был процветающий, людный торговый город под названием Випхолинга, с многочисленными жителями, с множеством людей. И в то время Благословенный Касапа, совершенный и полностью просветленный, жил рядом с торговым городом Випхолингой. В действительности, именно на этом самом месте у Благословенного Касапы, совершенного и полностью просветленного, находился его монастырь. В действительности, именно на этом самом месте Благословенный Касапа, совершенный и полностью просветленный, сидел и давал советы общине монахов. В Випхалиньге у благословенного Касапы был жертвователь, его главный жертвователь, гончар по имени Кхатикара. У гончара Кхатикары был друг, его близкий друг, брахманский ученик по имени Джатипала. Однажды гончар Кхатикара обратился к брахманскому ученику Джатипале. «Дорогой Джатипала, пойдем навестим благословенного Касапу, совершенного и полностью просветленного. Я говорю тебе, что благостно это, повидать этого благословенного, совершенного и полностью просветленного». Брахманский ученик Джатипала ответил. «Довольно, дорогой Кхатикара. Какой толк в том, чтобы повидаться с бритоголовым отшельником?» И во второй, и в третий раз гончар Кхатикара сказал. «Дорогой Джатипала, пойдем навестим благословенного Касапу, совершенного и полностью просветленного. Я говорю тебе, что благостно это, повидать этого благословенного, совершенного и полностью просветленного. И в третий раз брахманский ученик Джатипала ответил. «Довольно, дорогой Кхатикара. Какой толк в том, чтобы повидаться с бритоголовым отшельником?» «Тогда, дорогой Джатипала, возьмем люфу и банный порошок и пойдем к реке искупаться». «Отлично!» — ответил Джатипала. Тогда гончар Кхатикара и брахманский ученик Джатипала взяли люфу и банный порошок и отправились к реке искупаться. Затем Кхатикара сказал Джатипале. «Дорогой Джатипала, вон там, неподалеку, монастырь благословенного Касапы, совершенного и полностью просветленного. Я говорю тебе, что благостно это, повидать этого благословенного, совершенного и полностью просветленного». Джатипала ответил. «Довольно, дорогой Кхатикара. Какой толк в том, чтобы повидаться с бритоголовым отшельником?» И во второй и в третий раз Кхатикара сказал. «Дорогой Джатипала, вон там, неподалеку, монастырь благословенного Касапы, совершенного и полностью просветленного. Я говорю тебе, что благостно это, повидать этого благословенного, совершенного и полностью просветленного. И в третий раз брахманский ученик Джатипала ответил. «Довольно, дорогой Кхатикара. Какой толк в том, чтобы повидаться с бритоголовым отшельником?» Тогда гончар Кхатикара схватил брахманского ученика Джатипала за пояс и сказал. «Дорогой Джатипала, вон там, неподалеку, монастырь благословенного Касапы, совершенного и полностью просветленного. Я говорю тебе, что благостно это, повидать этого благословенного, совершенного и полностью просветленного». Тогда брахманский ученик Джатипала развязал свой пояс и сказал. «Довольно, дорогой Кхатикара. Какой толк в том, чтобы повидаться с бритоголовым отшельником?» И потом, когда брахманский ученик Джатипала вымыл свою голову, гончар Кхатикара схватил его за волосы и сказал. «Дорогой Джатипала, вон там, неподалеку, монастырь благословенного Касапы, совершенного и полностью просветленного. Я говорю тебе, что благостно это, повидать этого благословенного, совершенного и полностью просветленного». Тогда брахманский ученик Джатипала подумал. «Удивительно, поразительно, что этот гончар Кхатикара, который более низкого рождения, отважился схватить меня за волосы, когда мы вымыли наши головы. Воистину, здесь что-то не так». И он сказал гончару Кхатикаре, «Даже вот, как далеко ты готов зайти, дорогой Кхатикара. «Даже вот, как далеко я готов зайти, дорогой Джатипала, вот насколько, я говорю тебе, что благостно это, повидать этого благословенного, совершенного и полностью просветленного. Ну что ж, дорогой Кхатикара, отпусти меня. Пойдем, повидаем его». Так гончар Кхатикара и брахманский ученик Джатипала отправились к благословенному Кассапи, совершенному и полностью просветленному. Кхатикара, поклонившись ему, сел рядом. Тогда, как Джатипала обменялся с ним вежливыми приветствиями и после обмена вежливыми приветствиями и любезностями, также сел рядом. Тогда Кхатикара сказал благословенному Кассапи, совершенному и полностью просветленному. «Уважаемый, этот брахманский ученик Джатипала, мой друг, мой близкий друг, пусть благословенный научит его Дхамме». И тогда благословенный Кассапа, совершенный и полностью просветленный, наставлял, понуждал, побуждал и радовал гончар Кхатикару и брахманского ученика Джатипалу изложением Дхаммы. По завершении изложения, восхитившись и порадовавшись словам благословенного Кассапы, они встали со своих сидений, поклонились благословенному Кассапе, совершенному и полностью просветленному, и, обойдя его с правой стороны, ушли. И тогда Джатипала спросил Кхатикару. «И теперь, когда ты услышал эту Дхамму?» «Дорогой Кхатикара, почему ты не оставишь жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной?» «Дорогой Кхатикара, разве ты не знаешь, что я содержу своих слепых состарившихся родителей?» «Тогда, дорогой Кхатикара, я оставлю жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной». Так гончар Кхатикара и брахманский ученик Джатипала отправились к благословенному Кассапе, совершенному и полностью просветленному. Поклонившись ему, они сели рядом. И гончар Кхатикара сказал благословенному Кассапе, совершенному и полностью просветленному. «Уважаемый, этот брахманский ученик Джатипала – мой друг, мой близкий друг. Пусть благословенный даст ему монашеское посвящение». И брахманский ученик Джатипала получил младшее монашеское посвящение от благословенного Кассапы, совершенного и полностью просветленного. И получил высшее монашеское посвящение. И вскоре после того, как брахманский ученик Джатипала получил полное посвящение, через полмесяца после того, как он получил полное посвящение, благословенный Кассапа, совершенный и полностью просветленный, побывав в Випхалинге столько, сколько считал нужным, отправился в странствие в направлении Варанаси. Странствуя переходами, со временем он прибыл в Варанаси, где становился валением парки в Исипатане. И тогда царь Кики из Касси услышал. Похоже, благословенный Кассапа, совершенный и полностью просветленный, дошел до Варанаси и остановился валением парки в Исипатане. Поэтому он снарядил несколько царских колесниц, взобрался на царскую колесницу и выехал из Варанаси со всем царским великолепием, чтобы повидать благословенного Кассапу, совершенного и полностью просветленного. Он ехал, пока дорога была проходимой для колесниц, затем спешился и пошел пешком к благословенному Кассапе, совершенному и полностью просветленному. Поклонившись ему, он сел рядом. И благословенный Кассапа, совершенный и полностью просветленный, наставлял, понуждал, побуждал и радовал царя Кики из Касси изложением Дхаммы. По завершении изложения царь Кики из Касси сказал, «Уважаемый, пусть благословенный вместе с общиной монахов согласится принять приглашение от меня на завтрашний обед». Благословенный Кассапа, совершенный и полностью просветленный, молча согласился. И тогда, осознав, что благословенный Кассапа, совершенный и полностью просветленный, согласился, он встал со своего сиденья, поклонился ему и, обойдя его с правой стороны, ушел. И когда минула ночь, царь Кики из Касси приготовил в своем собственном доме различные виды превосходной еды. Красный рис с выбранными темными зернами, хранившийся в снопах, вместе с многочисленными соусами и карри, и объявил благословенному Кассапе, совершенному и полностью просветленному, о том, что все готово. Время пришло, уважаемый, кушанье готово. И тогда утром благословенный Кассапа, совершенный и полностью просветленный, оделся, взял чашу и внешнее одеяние и отправился с общиной монахов к дому царя Кики из Касси, где сел на подготовленное сидение. Затем царь Кики из Касси собственноручно обслужил общину монахов во главе с Буддой различными видами превосходной еды. Когда благословенный Кассапа, совершенный и полностью просветленный, поел и убрал чашу в сторону, царь Кики из Касси выбрал более низкое сидение, сел рядом и сказал, Уважаемый, пусть благословенный согласится принять от меня приглашение провести сезон дождей в Варанасе. Там будет такое же услужение общине. Довольно, царь. Мне уже обеспечено проживание на сезон дождей. И во второй раз, и в третий раз царь Кики из Касси сказал, Уважаемый, пусть благословенный согласится принять от меня приглашение провести сезон дождей в Варанасе. Там будет такое же услужение в Санхи. Довольно, царь. Мне уже обеспечено проживание на сезон дождей. Царь подумал, благословенный Кассапа, совершенный и полностью просветленный, не соглашается принять мое приглашение провести сезон дождей в Варанасе и стал весьма расстроенным и опечаленным. Тогда он сказал, Уважаемый, неужели у вас есть лучший жертвователь, нежели я? Так оно, великий царь. Есть торговый город под названием Випхалинга, и там проживает гончар по имени Кхатикара. Он мой жертвователь, мой главный жертвователь. И теперь, великий царь, ты подумал, благословенный Кассапа, совершенный и полностью просветленный, не соглашается принять мое приглашение провести сезон дождей в Варанасе. И ты стал весьма расстроенным и опечаленным. Но гончар Кхатикара не стал бы и не станет. Гончар Кхатикара принял прибежище в Будде, Дхамме и Санхе. Он воздерживается от убийства живых существ, от взятия того, что не было дано, от неблагого поведения в чувственных удовольствиях, от лжи, от вина, спиртного и одурманивающих веществ, что являются основой для беспечности. Он имеет непоколебимое доверие к Будде, Дхамме и Санхе, и он обладает нравственными качествами, которые дороги благородным. Он не имеет сомнений в отношении страданий, в отношении происхождения страданий, в отношении прекращения страданий, и в отношении пути к прекращению страданий. Он ест только один раз в день, он соблюдает целомудрие, он нравственный, обладает хорошим характером. Он отложил самоцветы и золото, оставил золото и серебро. Он не копает землю ради добычи, глины киркой или же своими руками. Ту глину, что отломалась с берегов реки или же выброшена на поверхность земли крысами, он собирает и несет домой в коробе. Когда из этой глины он изготовил горшок, он говорит, пусть тот, кто хочет, положит отборный рис или отборные бобы или отборную чечевицу и пусть заберет любой горшок, который пожелает. Он содержит своих слепых состарившихся родителей. Уничтожив пять нижних оков, он является тем, кто переродится спонтанно в мире чистых обителей и там достигнет окончательной Ниббаны, никогда более не возвращаясь из того мира. Однажды, когда я жил в Випхалинге, утром я оделся, взял чашу и внешнее одеяние, подошел к родителям гончара к хатикары и спросил их, не подскажете, куда ушел гончар? — Уважаемый, твой жертвователь отлучился, но бери рис из чана и соус из котелка и ешь. Я сделал так и ушел. Затем гончар-катикара пришел к родителям и спросил, кто взял рис из чана и соус из котелка, съел и ушел. Дорогой, это был благословенный кассапа, совершенный и полностью просветленный. Тогда гончар-катикара подумал, какое благо для меня, какое великое благо для меня, что благословенный кассапа, совершенный и полностью просветленный, обладает ко мне таким доверием. И восторг и радость ни на миг не оставляли его в течение двух недель, а его родители в течение недели. В другой раз, когда я проживал в Випхалинге, утром я оделся, взял чашу и внешнее одеяние, подошел к родителям гончара-катикары и спросил их, не подскажете, куда ушел гончар? Уважаемый, твой жертвотель отлучился. Добери кашу из сосуда и соус из котелка и ешь. Я сделал так и ушел. Затем гончар-катикара пришел к родителям и спросил, кто взял кашу из сосуда и соус из котелка, съел и ушел. Дорогой, это был благословенный кассапа, совершенный и полностью просветленный. Тогда гончар-катикара подумал, какое благо для меня, какое великое благо для меня, что благословенный кассапа, совершенный и полностью просветленный, обладает ко мне таким доверием, и восторг и радость ни на миг не оставляли его в течение двух недель, а его родителей в течение недели. В другой раз, когда я проживал в Випхалинге, крыша в моей хижине прохудилась. Тогда я обратился к монахам так. «Идите, монахи, и узнайте, есть ли какая-нибудь трава в доме гончарак хатикары». «Уважаемый, в доме гончарак хатикары нет травы, но над его мастерской есть соломенная крыша. «Идите, монахи, и возьмите траву из мастерской гончарак хатикары». И так они и поступили. Тогда родители гончарак хатикары спросили монахов, кто берет траву из мастерской? «Сестра». Крыша хижины благословенного Кассапы, совершенного и полностью просветленного, прохудилась. «Берите, уважаемый, берите, дорогие». Затем гончарак хатикары пришел к родителям и спросил, кто взял траву из мастерской? «Дорогой, это были пхикху». Крыша хижины благословенного Кассапы, совершенного и полностью просветленного, прохудилась. Тогда гончарак хатикара подумал, «Какое благо для меня, какое великое благо для меня, что благословенный Кассапа, совершенный и полностью просветленный, обладает ко мне таким доверием». И восторг и радость ни на миг не оставляли его в течение двух недель, а его родителей в течение недели. И тогда мастерская оставалась целых три месяца с небом вместо крыши, но все же дождь не проливался на нее. Вот каков гончарк хатикара. Какое благо для гончарак хатикары, какое великое благо для него, что благословенный Кассапа, совершенный и полностью просветленный, так на него полагается. И тогда царь Кики из Касси отправил гончару к хатикаре пятьсот телег красного риса, собранного в снопах, а также ингредиенты для соусов. И затем люди царя отправились к гончару к хатикаре и сказали ему, «Уважаемый, вот пятьсот телег красного риса, собранного в снопах, а также ингредиенты для соусов, которые царь Кики из Касси отправил для тебя. Будь добр, прими их». — Царь очень занят, у него много дел. Мне достаточно. Пусть это останется у царя. — И теперь, Ананда, ты можешь подумать так. Вне сомнений, в том случае этим брахманским учеником Джатипалы был кто-то другой. Но тебе не следует так считать. Тем брахманским учеником Джатипалы был я. Так сказал благословенный. Достопочтенный Ананда был доволен и восхитился словами благословенного.